Пожалуйста, присаживайтесь. Прекрасный зал у вас здесь вообще просто. Даже неожиданно так. Но знаете, самое прекрасное будет, когда вы в свое здание зайдете. Мы сейчас оттуда приехали, и это просто, знаете, кто видит, говорит, бомба. Я говорю, это Бог точно. То есть на самом деле, это просто даже как Бог показал это здание вам, но на самом деле это сверхъестественно, и видно его почерк, и такое прекрасное место, прямо возле дороги, это просто чудо какое-то. Просто возле дороги здание, и большое здание, огромное здание, и можно пристраивать, есть возможность. Поэтому на самом деле страшно представить, какие благословения вас ждут впереди. Однажды Олег Борисович это сказал, и мне так запомнилось. Страшно представить просто, какие благословения вас ждут впереди. Хорошо. Ну, такое ощущение чуть-чуть как-то надо выровнять, как в бочке такое. Вот. Не разбираюсь в этом, но как-то нужно, мне кажется, чуть-чуть, чтобы не так было. Ладно. Слава Господу. Но сегодня мы с вами будем говорить о том, чтобы, ну как, из Писания посмотрим, уже лучше намного. Из Писания посмотрим несколько вещей, просто то, что есть на сердце. И давайте откроем Марка 16 главу, и посмотрим о том, какое предназначение вообще для церкви. Это место вы много раз видели, много раз слышали проповеди. И пастор проповедовал не раз из этого места. Но просто давайте как бы по свежим взглядам посмотрим немножечко сюда. Это то время, когда Христос, 40 дней являясь после своего воскресения, возносится на небо. И перед тем, как вознестись, он говорит важные слова своей церкви, ну, собственно, всем братьям, которые видели, ученикам своим. И с 15 стиха обычно мы читаем, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они, что там написано, пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. И первое, на что бы я хотел обратить внимание, не то, что мы прочитали, а 14 стих, 1 стих до этого. Там написано, наконец явился самим 11, возлежащим на вечере. Почему 11? Потому что, ну, одного не стало, да? То есть, понятно, да? Это был Иуда. Вот 11 возлежащим на вечере. И, что там написано? Упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Знаешь, удивительная вещь. Ты когда-нибудь, вот Господь тебя упрекал? Представляешь, вот упрекал написано. И Писание, вот Писание ничего не преувеличивает. То есть, как там написано, так оно и есть. Если написано, что Иисус удивился, это значит, что Он удивился. Если написано, что Он плакал, это значит, что Он плакал, да? Здесь написано, что Он упрекал своих учеников, 11 учеников, которые были близко с Ним, которые были рядом с Ним. То есть, знаете, есть некий, как бы, уровень, да, близости с Богом, да, посвящения, служению. И с 11 учениками Он, ну, как бы, так серьезно разговаривал. То есть, ну, потому что на них Он возлагал потом вот эту великую миссию. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И смотрите, что написано, да? Он их упрекал за жестокосердие и за неверие, за то, что видевшим его воскресшего не поверили. Как это было? Мария Магдалина пришла ко гробу, увидела его воскресшим, пошла, рассказала всем. Потом, понимаете, да, то есть, ну, как бы, ученики слышали все это, подумали, что женщина, вот, у нее, как бы, воображение развито, галлюцинации это были все. И как-то сильно, наверное, не поверили, да. Я не знаю, как это дословно было, ну, как, ну, приблизительно можно так представить, да. Но Писание говорит, что потом Иисус пришел и лично им явился, ученикам, и начал их упрекать. Вы чего? Вы почему Марии не поверили? Она же вам сколько раз говорила, я воскрес, я же вам говорил, что я воскресну. Вы почему не поверили? У вас жесткие сердца. Вообще вера есть у вас, нет? Я думаю, они стояли так. Им стыдно было. Знаете, и вот удивительно, что после всего этого Иисус говорит, ладно, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. То есть сразу же написано, да, и так говорит, он их упрекает, он их там, извините меня, там, пендаля дает и говорит две вещи. Жестокосердие, жесткое сердце и второе, что неверие, да, то есть как бы не поверили, видевшим его воскресшего, не поверили. Вот эти две вещи. А потом говорит им, и так идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Прекрасное, да, как бы, как однажды один проповедник сказал, один проповедник однажды сказал, говорит, а это, был ли у Иисуса план Б? Знаете, у Иисуса не было плана Б, у него был план А. У него были ученики с жесткими сердцами, хотя он три с половиной года с ними ходил, они видели чудеса, знамения. У него были ученики, у которых недоставало веры, и несмотря на все это, на все эти недостатки, вот таким людям он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И знаешь, удивительно что, что говорит, все я с вами до скончания века, то, что вам не хватает, есть у меня. Мы вместе будем работать, вот так, рука об руку. Он выбрал этот путь через несовершенных людей совершать совершенную работу на этой земле, божественную работу, спасение человечества в наших с тобой руках. И мы с Богом соработники. Скажи аминь, я соработник. Потому что то, что мы сонаследники, это всем нравится. Быть наследником Христу, это очень хорошо. У Христа большое наследство. Аминь. Да, но а соработниками, соработники, сонаследники, это две стороны одной и той же медали. Мы не просто сонаследники, но мы еще и соработники. Что значит соработники? Точно так же то, что сонаследники 50 на 50 делим наследство и 50 на 50 работу делим. Так же, как я с вами до скончания века. Да, и он говорит эти слова, говорит, идите по всему миру. И Писание говорит, что они пошли. Знаешь, некоторые люди сегодня в церкви, да, и в то же время можешь ты и себя увидеть в этом. Что ты, ну как бы, вроде есть повеление проповедовать Евангелие. А ты как бы где-то, знаешь, ну у тебя, ну я еще не готов. Вот как бы вера у меня пока не такая крепкая, да, и вроде как-то это. Но Иисус, для Иисуса нет проблем с этим. Просто Писание говорит, иди, открой свои уста, и я наполню их. Как много раз я видел в своей жизни, просто начинаешь говорить с неверующими людьми. Просто начинаешь рот открывать, и сам откровение получаешь. Как Бог использует твои уста для того, чтобы люди спасались. Это очень просто, ты понимаешь, ну это не я точно, это вообще не мои, ну как бы слова и мысли. Я просто как этот, как он называется, рупор, да, то есть, не рупор же сам, как бы, ну не в нем же как бы сила. В нем силы-то нет, он просто увеличивает звук, да, то есть, как бы. Рупор сам по себе ничего не может, просто говорящий, да, то есть, говорит, Бог говорит через нашу жизнь, жизнь других людей. Мы как такой канал, проводник, и они способны слышать, да. И не важно, что у нас жесткие сердца, вот я еще пока не до конца люблю людей, как я могу, вот как бы кому-то. И знаешь, дьявол играет на этих вещах, приходит к тебе и говорит, да посмотри на себя, да у тебя вера-то еще. Тебе вот так еще, ты даже еще не готов, иди вон сначала, знаешь что, отучись, а потом будешь кому-то что-то говорить. Не-не-не, подождите. Иисус говорит, вот таким неверующим и жестокосердным. Дьявол приходит, говорит, да у тебя еще там совсем, да знаешь что, ты сначала сам изменись, а потом будешь другим что-то говорить. А тебе я вопрос задам, братья и сестры. Неужели Бог не сделал хотя бы одно что-то в твоей жизни, что до Христа было плохо, а сейчас хорошо. Хотя бы одно, в одной сфере в твоей жизни. Исцелил кого-то Господь? Все, ты уже способен что-то дать другим. Просто ты способен что-то дать другим. Поэтому первое, к чему призвана церковь, это проповедовать Евангелие. И не важно, готовы мы, не готовы. Конечно, мы должны учиться, мы должны развиваться, собственно, то, что мы сейчас и делаем. Да, мы учимся, да. Но не это первостепенное. Первостепенное это любовь к Богу, да. Если мы любим Бога, да, и это то, к чему дальше мы придем. Первое, это Евангелие, проповедовать Евангелие. И второе, давайте, если мы любим Бога, Иоанна 21 главу откроем. Евангелие от Иоанна 21 глава. Евангелие от Иоанна 21 глава. Это знаменитая история, когда Иисус пришел к Петру и начал задавать ему вопросы после того, как Петр был в глубоком разочаровании из-за того, что отрекся от Христа. И если вы посмотрите, да, и вспомните, что Петр был вообще-то восточным человеком, и один раз вообще он отрекся перед служанкой. Во-первых, она была служанкой, а во-вторых, она была женщиной. Говорит, и ты был с ним? Нет. Перед женщиной пасанул мужик вообще, то есть, понимаете? И вот представьте, в каком он состоянии. Просто полная депрессия, разочарование абсолютно в жизни. Мне кажется, он как бы приближался вот к состоянию Иуды в тот момент. Что готов был даже удавиться. Иисус пришел и говорит Петру. Первое, давайте, 15 стих. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симониони, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Агнцы это как бы маленькие, да, овечки, да. Еще говорит ему в другой раз, Симониони, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симониони, любишь ли ты меня? Петр опечатал, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя, Иисус говорит ему, паси овец моих, и вот это послание Христа сегодня, во-первых, глядя на наше несовершенство, не до конца мы готовы, еще мы не до конца изменились, еще мы не до конца, вот там прям вот у нас супер такая вера, да, но Иисус говорит, идите, я с вами, я с вами, все, что вам не хватает, самое главное, чтобы вы меня любили, да, и мы любим Господа, кто может сказать, я люблю тебя, Иисус, да, если мы можем это сказать, Иисус говорит всем любящим Его, паси овец моих, это то, что в принципе делает церковь сегодня, это вот на что рассчитывает Господь сегодня, чтобы мы, как представители церкви, занимались этими вещами, во-первых, это проповедь Евангелия, и второе, это пастырство, ну, давайте так, простым языком скажем, рождение духовных детей, и дальше, что такое пастырство, забота о них, да, то есть в принципе рождение и забота, это в принципе суть всего человечества, когда Бог сотворил человека, Он сказал, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, это его предназначение, это то есть как бы его программа для человека, плодиться и размножаться, вы согласны? Вот, то есть каждая задача женщины и мужчины вступить в семью и завести детей, и потом растить этих детей до того момента, пока они сами заводят семьи, потом они сами рождают детей, и так поколение сменяет. Поколение, да, мы умираем, наши дети продолжают жить, потом наши дети умирают, внуки живут, и так это из поколения в поколение все идет. Но знаете что, ведь церкви то же самое, то же самое, как физический мир, давайте вот так сделаем, вот здесь у нас будет физический мир, вот здесь, а вот тут у нас уже будет духовный мир, да, И мы сегодня такую параллель небольшую проведем между физическим и духовным миром, потому что в Писании, в Новом Завете сказано, что через рассматривание творений, божьих творений, да, то есть физический мир, это божье творение, физический мир, да, через рассматривание творений, его невидимая вечная сила и божество видимы. То есть другими словами, мы как привыкли, что смотрим на духовное и проецируем на физическое, но в обратную сторону то же самое. То есть мы можем посмотреть на физические процессы на этой земле и сделать вывод о духовных процессах. К чему я клоню? Вот представьте, да, вот ангелы там на небесах смотрят на физический мир, да, и там что-то произошло, они, да ты что, представляешь? И там между собой обсуждают, посмотрите, нет же, сначала здесь происходит, Писание говорит, вот здесь процессы начинаются, а это уже как бы отражение того, что там происходит. Поэтому мы говорим, нам нужно воевать в духе, аминь, чтобы физические наши обстоятельства менялись. Ну так вот, к чему я клоню? Вот мы будем рассматривать сегодня физические процессы и понимать, что если в физическом мире так, то в духовном точно так же. Понятно, да? Вот. И первое, что я хочу сказать, это процесс рождения ребенка, вообще как он рождается. В физическом мире, давайте понаблюдаем, вот я родил двух детей, я реально их родил, то есть я с женой был на родах, вот принимал их там, как бы, ну все это видел. И мы рожали одного ребенка по новым, как бы, технологиям, да, там, как бы, его не забирали от мамы, сразу же только вытащили, по вину перелезли на грудь и от мамы не забирали. Другого ребенка по старым технологиям. То есть я знаю и первый метод, и второй, то есть все нормально. Поэтому могу говорить из опыта. Первое, что происходит, чтобы ребенок родился у мужчины и женщины, давайте так, по-христиански будем говорить, у мужа и жены, да, хорошо? У мужа и жены должна быть близость. То есть это, что это за близость? Это как бы с закрытыми дверями. Обычно, в 80% случаев, это происходит с закрытыми дверями, да? И Бог тоже говорит, войди в комнату твою, которая втайне, затвори дверь твою. Знаешь, то, что происходит за закрытыми дверями, оно приносит плод. Так есть. Муж и жена, их никто не видит. И там что-то они там делают интересное, что потом дети рождаются. И вот если мы посмотрим, это физический мир, да, близость должна быть, это первый этап. И то же самое здесь тоже должна быть близость. А кого с кем? Бога и церкви. Почему? Церковь женский род, а Бог мужской род. Или церковь названа невестой Христовой, да? Так или нет? Невестой Христовой. В Ветхом Завете мы видим, Божий народ назван женой Бога вообще. Жена. То есть это что-то сильное вообще. Бог относится к церкви как к жене. И знаешь, вот церковь это жена, а Бог это муж, да? И вот интересно, должны, у жены с мужем должны быть близкие отношения, да, чтобы дети родились. И ты как представитель церкви, представитель женского рода, неважно, может быть ты здесь сидишь и ты брат. И может быть даже ты отсидел уже двадцатку. Все равно церковь названа женой. И ты можешь бунтовать против этого, но ничего не поможет, потому что Бог так сказал. И мужчины, и женщины в церкви мы призваны рожать. Вот к этому я все клонил. Поэтому первое, должна быть близость. А что это за близость за закрытыми дверями? Это молитва элементарно. Здесь нет ни одного человека, за которого никто не молился, а вы просто спаслись. Так не бывает. Сто процентов кто-то когда-то, даже ты можешь не знать об этом, но кто-то за тебя помолился. Кто-то, представитель церкви сказал, Бог, спаси этого человека. И может быть годами стоял за тебя в проломе, чтобы ты спасся. У нас на Кавказе, я с Кавказа, и там у нас, ну как, церковь. И мама, мама нашего, ну моего первого пастора, пастора Давида, была мама и папа. И когда я пришел в церковь, они уже были спасенными. Вообще началось все с того, что его мама спаслась, и она начала молиться за свой дом, за свою семью. Потом дети начали спасаться, а отец так и не спасался. Он бухал, он бил их, он гонял их там с палками. И знаете, говорит, я 17 лет в шкафу брала подушку вот так и молилась, Бог, спаси моего мужа. Орала в подушку, чтобы он не видел меня и не слышал, как я за него молюсь. 17 лет просто. И когда я пришел, я познакомился с дядь Феликсом, я вообще подумал, интересно, такой добрый, когда про него рассказывали, что он такой злодей был, я даже не верил. Такой добрейшей души человек. Почему? Потому что Бог спасает и он меняет. То есть бедствия вышли из него, он стал нормальным человеком, любящим Господа, христианином. И вот представляете, 17 лет непрерывной близости с Богом. Она могла бы через 16,5 лет сказать, да гори все синим пламенем, ад по тебе плачет, ты ищать яда, не спасешься никогда. Быстрее бы сдох и все, и мучения, чтобы закончились. Но так же мы, ну ладно, не мы, ну кто-то может так думать, да, мирской человек, да, про своего сына или там еще что-то. Но знаешь что, мы по-другому, мы ходатайствуем, мы молимся, близость. И второй этап, вот здесь, да, когда близость есть у мужа и жены, происходит зачатие. Зачатие, то есть мы говорим о естественных вещах, в принципе, ну как бы зачатие. Что здесь зачатие, да, когда после того, как мы молимся, мы идем и Слово Божие, это написано семя. Вышел сеятель сеять. Помните эту притчу, когда Иисус рассказывал, и он начал сеять, говорит, и иное семя упало при дороге, где каменистая почва, и иное, ну помните, четыре вида почвы. Да, и вот это семя, это что? Он потом дает истолкование и говорит, это Слово Божие. Слово Божие. Второе, это проповедовать человеку, после того, как мы помолились, проповедовать ему Слово Божие. И вот Слово Божие имеет такую потрясающую силу. Смотрите, если бы мы с вами были Богом, ну представьте на секунду, что ты Бог, ну представь, что ты Бог, ты бы сто процентов не так, как Бог сеял. Ну вот в этой притче. Потому что он сеет, и такое ощущение, зачем кидать туда, где не вырастет изначально. Ну согласитесь, Бог же знал, что почва-то вообще как бы это. А он идет такой щедрый сеятель. И туда, и знаешь, как вот советские фильмы вспоминаешь, они идут и так, ааа, там раскидывают. И знаешь, вот такой наш Бог, он добрый ко всем. И даже ты думаешь, невозможно, это, ну как бы этот человек, не время, или ты там. А Бог, он вот такой щедрый даятель. Он сеет, он говорит, он хочет, чтобы это слово спасения пришло в жизнь каждого человека. И доброго, и недоброго. И может быть по твоим меркам, что он вообще, там я не знаю, сатанист, да, и как бы в ад по нем плачет. Но Бог не хочет так. Бог хочет, чтобы он спасся. И вот тогда мы проповедуем слово, да, мы говорим Евангелие. Ну, конечно, здесь нужно мудро говорить Евангелие, потому что некоторые из нас, думая, что говорят Евангелие, Евангелие не рассказывают вообще. Евангелие, что это такое? Это радостная весть о том, что Иисус Христос пришел, забрал наши грехи, потому что наши грехи вели нас к смерти, потому что возмездие за грех смерть. И эти грехи держали нас в рабстве. И Иисус пришел, и мы сами не могли освободиться. И у нас возникла нужда в Спасителе. Иисус пришел и спас нашу жизнь. Он отдал свою жизнь. Невиновный отдал свою жизнь, забрав наши грехи, понес наше наказание. И сегодня, принимая Христа, ты можешь получить спасение и свободу от греха. И вместо предлежащей гибели – Небесное Царство. В принципе, если правильно проповедовать Евангелие, ну, только дурак откажется от Евангелия. А что нужно сделать? Ничего делать не надо. Ну, так-то, по сути, молитву прочитать – это несложно. Тем более ты говоришь «повторяй за мной». Это вообще, это даже, можно сказать, не дело. То есть, ну, конечно, я готов. Хочешь без всяких искуплений своей вины получить прощение? Да. Ну, повторяй за мной, и все. Бум, и человек спасается. Что это такое? Подарок, да? Это дар вечной жизни. Так вот, когда мы проповедуем Евангелие, мы должны сказать вот эти вещи, да? Первое – это мы должны сказать, что дать человеку понять, что он греховен. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все это все. Если в своей проповеди Евангелия нет ни одного слова о грехе, тогда человек и не спасется, он не осознает вообще свою греховность. Как он спасется-то тогда? Первое – это мы говорим, да, конечно, там вступление есть, как-то завязать контакт, но потом ты должен дать понять человеку его греховность в духе любви и сострадания это сказать. Да, и человек чувствует, когда ты говоришь. Так вот, и потом третье, да, сказать, что грех держит человека в рабстве и что за грех есть наказание. Но, о чудо, есть Спаситель, четвертое, да? И тогда у тебя есть возможность сказать свое личное свидетельство, как Бог спас твою жизнь, что в твоей жизни Господь сделал, и потом предложить молитву покаяния. Вот такой короткий план рассказа Евангелия. Да, на самом деле это несложно, не надо усложнять. Очень все просто. Хорошо? Нормально все с вами? Все хорошо. Вы просто сидите так, или вы внимательно слушаете, или то, что я говорю, вообще неинтересно. Второе – это зачатие. Не каждая близость приводит к зачатию. У нас есть в церкви брат Саша, и они поженились, и в первую же брачную ночь забеременели. И через 9 месяцев Матвейчик у них родился. И знаете, ну это замечательно на самом деле, но не каждая близость приводит к зачатию, поэтому мы продолжаем молиться за наших родных, близких. То есть, ну как бы, всегда происходит это. То есть, ну как бы, я с Богом, я молюсь, я ходатайствую, у меня есть списки, я молюсь за этих людей. И я верю, что однажды Господь в свое время ты дашь. Аминь. И вот другой пример – это пример Олега Владимировича Скляру. Кто знает его? Мы знаем, да, его историю. Бог сделал его отцом многих народов, хотя детей у них и не было, да. В 18 лет у них не было детей. В свое время они удочерили девочку, да, прекрасную, она уже сейчас большая. Вот недавно у нас в гостях они были всей семьей. И знаете, но когда ей исполнилось 10 лет, они забеременели. В 8 лет не было детей, они взяли девочку, ей исполнилось 10 лет, через 18 лет у них появился ребенок. Представляете, если бы они изначально уже взяли девочку и сказали, ну зачем нам близость, уже как бы все равно смысла нет. Продолжали. Хотите смешную историю, чтобы вас немножечко это. Приезжал один пастор, и он, по-моему, с Англии был, но я не помню. И он молился за пары, которые не могут иметь детей. И так смешно было, я впереди стоял, он вышел, ну и молится так, молится, ну и разрушает там всякие проклятия, там все. И тут за одну пару молится, молится и такой останавливается и говорит, ребят, повернитесь друг к другу. Он их так повернул и начал их так, ну за талией взял и начал друг к другу стукать. Говорит, у вас вообще проблем нет духовных, вам просто спать нужно вместе. Поэтому мы продолжаем молиться, мы продолжаем ходатайся, не останавливаться, аминь. Мы вот такие, но если с первого молитвы не спасся твой родственник, ну что тебе, бросить что ли? Нет, я продолжаю молиться, и однажды это произойдет. Может быть понадобится 17 лет. Знаете, настройтесь на длительный процесс, это нормально. Хорошо? Все хорошо. Третье это беременность. Беременность это такой достаточно длительный процесс по сравнению с зачатием. Зачатие быстро происходит, то есть моментально, то есть соединяется мужское и женское начало, и начинается уже процесс беременности. И сначала это не видно, но знаете что? Мы начинаем видеть это, когда уже женщина на последних сроках, она ходит и как бы уже прям видно все. До пяти месяцев моя жена, мы никому не говорили, что были беременны, никто не видел. Она проповедовала, выходила за кафедру, никто не замечал, но потом уже как бы скрывать невозможно было. Живот начал расти, и хочешь не хочешь, да, это такой 40 недель. И вот знаете, вот здесь самое главное нам не передавить, потому что как бы есть возможность тогда, ну как абортировать, да, своего же ребенка. Вот в духовном плане то же самое. Часто мы хотим, чтобы человек быстрее спасся, и мы манипуляции проводим какие-то. То есть начинаем там что-то шевелить, там, давай уже выходи, а ему еще не, ну как, у него 20 недель всего. У него всего лишь там, я не знаю, там, ну понимаете, это очень большая проблема. И часто мы можем привести к смерти, ну вместо того, чтобы с благими намерениями хотели, чтобы человек быстрее спасся, а ну как бы получилось хуже все, да. В свое время было так со мной, но я верю, что если в физическом мире невозможно обратить этот процесс, да, то в духовном мире Бог дает не один шаг человеку спастись, а два или три раза за жизнь, как даже в Ветхом Завете написано, в книге Иов, по-моему, это написано, что Бог так два или три раза за жизнь делает. То есть, ну как бы, слава Богу, если, допустим, были какие-то вот, ну как негативные у вас примеры, да, когда ты вот, ну как бы, вот, давай там, эй, ну, дать возможность Слову Божью вырасти в человеке. И потом процесс начинает происходить следующий, четвертый, это непосредственно роды, когда после беременности человек, ребенок начинает появляться на свет, вот здесь, да, роды у нас. И что это за процесс? Кто начинает этот процесс, как вы думаете? Церковь? Не-не, вот здесь физический мир. Кто-то сказал, ребенок, действительно это так? Мы думаем, что там, врачи говорят, ну, где-то там 40 на вот это или через две недели разброс, да, дают или там месяц, вот где-то так родиться. В середине июня ты родишься, то есть, ну как, и не знают день, никто не знает, мама не знает, сам ребенок начинает этот процесс, запускает этот процесс. Ему уже там, я не знаю, тесно становится или что там у него происходит, и он начинает процесс. Точно так же здесь, в духовном мире, по-другому не бывает. Это ты, просто себя вспомни, ведь у тебя начался этот процесс поиска. Ты начал, как бы, думать, ты начал понимать, что, ну, как бы, мне уже все, мне хана, или сейчас я, или, как бы, что-то должно произойти, или я умру. Ну, так или нет? Что-то, кто-то должен прийти, помочь, то есть, и ты начинаешь этот, ну, как бы, процесс, да, и когда Слово Божье попало. И, знаете, это самый болезненный процесс во всей, вот этой, как бы, ну, как, во всех этих четырех этапах. Больно. Ребенок выходит, у него стресс, у мамы стресс, потому что, ну, как бы, это, я видел, как моя жена рожала, и я, как бы, ну, понял, что, оказывается, ну, не мужчины слабый, сильный пол, а женщины. Потому что, потому что, женщина рожает, ей никто ничего не дает, а первому мужчине, кто родит, дают миллион долларов. Вы знаете это? Первому мужчине, который родит на земле, миллион долларов награда. То есть, просто это, ну, как бы, ну, понимаете, да, я когда увидел, я понял, что, ну, это все. Если бы я рожал, я бы умер сразу же. Это так было сложно для меня, то есть, ну, думаю, это невозможно. И ребенок, представьте, он, когда вылез, Марк, он такой, его маме на грудь положили, я так глаза открываю, а он такой синий, красный, страшный, красные глаза такие, худой, вот такой вообще, голова так, знаешь, ну. Я глаза закрыл, думаю, господи, кто это вообще? То есть, я же не знаю, как там происходит, первый раз это было, то есть, второй-то уже понятно, дочка рождалась, я уже был готов, как бы, ну. Но здесь просто шок для меня, я потом глаза открываю, пять минут проходит, так, вроде порозовел, так, вроде это, как бы, покрасивел так немножечко. Когда сыну нашему было месяц, мы катали его на, ну, там, на коляске, гуляли, и сестра из церкви, она, ну, служитель тоже из церкви, мы вместе работаем, вот, они сейчас с миссионерами уехали, она увидела, такая, ой, я же вас, я же ее не видела, дайте посмотреть, такая открывает, ой, ничего, говорит, у меня тоже Аня, когда родилась, тоже страшненькая была, говорит, а я-то уже, уже месяц, он вообще красавчик, то есть, ну. Если бы она его видела, когда он родился, какой он был, то есть. И знаете, иногда вот мы смотрим на наших духовных детей, они рождаются, и нам кажется, что это, что это вообще, кто это, то есть, что, смотришь, ну, реально страшно, ну, мы же себя-то не помним, когда мы родились, а мы-то точно такие же были, просто кто-то о нас позаботился потом. И вот, представляете, вот первое, это то, о чем мы говорим, как рождается человек, должно быть, должны, человек проходит эти процессы, ты не можешь игнорировать это, так, это, это суть вещей вообще. Если там так, то здесь то же самое, поэтому нам не нужно торопить людей, там не нужно, давай там, выходи там, да все нормально, он сам начнет, он сам начнет искать встречи с тобой, что мы должны сделать, вот в этом случае, доверять Богу. Если ты молишься за человека, если ты проповедовал ему Евангелие, все, твоя миссия закончена на самом деле, вот до определенного момента, пока человек не родится свыше. Знаете, почему я это говорю? Потому что в Исаии, 55 главе написано так, «Как снег и дождь падают с неба и туда не возвращаются, точно так же мое слово, которое исходит из уст моих, говорит Бог, да, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, для чего я его послал». Вот вера в Слово Божье. Однажды к нам приехал Артур Симонян, я вот сегодня с лидерами рассказывал эту историю, и это было 6 лет назад, я когда покаялся, моя мама покаялась через 12 лет только, как я покаялся. И как бы это достаточно длительный процесс для меня. Мне охота было, чтобы она в первый год моего хождения с Богом тоже со мной покаялась, и мы бы всей семьей ходили год в церковь там. Но знаете, интересно, что она не покаялась сразу. И Артур Симонян, это было 6 лет назад, моя мама 6 лет была неверующей, я уже был верующим 6 лет, и я попросил его, а, моя мама приготовила пироги, и как раз была пастырская встреча, и у нас был пастор Артур Симонян, и мы общались, и он увидел пироги, начал пробовать, говорит, какие вкусные осетины, кто это приготовил? Я говорю, это моя мама, она вот в гостях у нас. Я говорю, можете помолиться, у меня мысль возникла, чтобы моя мама спаслась. Говорит, я не буду молиться за твою маму. Я такой думаю, вот человек вообще, что сложно, просто сказать, ну тебе же пироги понравились, ну скажи, ну Господи, ну спаси маму Алана, аминь. Ну кому это сложно было бы на его месте? Да никто, мне кажется, любой из вас бы это сделал. И он мне сказал такую вещь, а ты сам молился за свою маму? Я говорю, молился. А ты ей проповедовал Слово Божие? Я говорю, конечно. Вот верь, что твою молитву Бог слышит, и твое Слово, которое ты ей проповедовал, это Божье Слово, и оно принесет спасение в жизнь твоей мамы. Я, конечно, тогда до конца не понял, что он сказал, но сегодня уже 12 лет прошло, моя мама в церкви, она в прошлом году закончила библейскую школу, она служит, она оставила грех, и она такая горячая для Господа. Я понимаю, что это такое, это процесс, евангелизация это процесс. Вот когда она, вот понимаете, да, когда мы верим и доверяем Слову Божию, что оно вот не возвращается тщетно. Мы проповедовали Евангелие, ну что, все, мы просто продолжаем молиться и даем возможность этому Слову возрасти в жизни этого человека, возрасти. И потом приходит момент, и человек рождается свыше. Аминь или не аминь? Вот я говорил, это сложный процесс. Вспомните себя перед покаянием. Как у вас, круто там было, да? Крутило, вертело там, и как бы перед покаянием обычно человек, вот ты молишься, молишься, а он еще и хуже и хуже становится, да? И уже думаешь, ну все, уже некуда. И потом раз, и он спасся. Это что? Это роды, это болезненный процесс. Вот он пошел уже потихонечку, да? И как бы надо вот, ну... И потом усилие, да? И он... День победы, как он был, от нас налег. Он родился. И знаешь, женщина получает такое вот здесь, да, в физическом мире. Слава Богу, наконец-то это закончилось, да? 15 часов мы рожали. Я слышал, что там сутками еще кто-то рожает. То есть, ну и думаешь, Господи, как так? И знаете, и у женщины такое искушение, что все. Ну знаете, на самом деле это не все, это лишь только начало. Самое, извините меня, самое страшное начинается вот сейчас. Потому что когда он там был, не писал, не какал, все через пуповину, не орал там. Ну понятно, там где-то пинался, было неудобно. То печень поддавит, то еще что-то, да? То дышать тяжело. Но все же, как бы, в принципе, все было терпимо, да? И тут начинается... И ты не знаешь, что делать. А как, что делать-то с ним, да? И вот здесь начинается пастерство. Это второе. О чем мы говорили. Любишь меня, поси агнцев моих. А потом он говорит, поси овец моих и поси овец моих. Все возраста, да? То есть, вот мы призваны, как церковь, не просто рожать, воспроизводить. Мы не такие, мы не инкубаторы. Рожать для того, чтобы просто потом оставить его в роддоме, вообще смысла нет. Вообще нет смысла рожать. То есть, когда мы проповедуем Евангелие, мы должны быть готовы, что когда человек спасется, это уже наш, ну, как духовный сын, духовная дочь. Она спаслась. И теперь я, как старший, да? Я должен позаботиться о нем. Представляете, вот, ну, как бы, как мы смотрим на женщин, которые оставляют детей в родильных домах? Мы очень негативно смотрим, да? Но иногда мы делаем это с духовными детьми. Мы их просто оставляем. Привели церковь, на, пастор, ну, как бы, давай, проповедуй ему, покай его там, и потом еще и заботься о нем, пастор. Нет, мы так не должны. Это наши дети, ну, куда мы денемся? Это уже все, ты уже папа, мама по факту. Знаете, моя жена, она как бы, я вот мечтал, вот у меня будет семья, у меня будут дети, я буду классным отцом. Она вообще не мечтала об этом. Она, у нее был план в 30 лет умереть от наркотиков. Уже смысла нет, после 30 вообще смысла нет жить. Вот такой план был у дьявола на ее жить. Она вообще о семье не мечтала. Но потом мы поженились. Мы поженились, Бог спас ее, мы поженились. И вот уже все, она забеременна. Ну, что здесь делаешь? Уже ничего не сделаешь. А потом она родила, она никогда не мечтала быть мамой. И вдруг она стала мамой. Ну, по факту мамой стала. Уже ничего не сделаешь. Все. И знаете, тут вообще не важно. Мечтал ты быть мамой, не мечтал. Ты по факту ей стал. И что делать? Ну, давай уже заботиться. Научиться надо вообще быть мамой. Она начала книжки читать. А вообще, ну, что нужно с детьми-то делать-то? Понимаете, о чем речь? То есть мы стали духовными мамами и папами по факту, когда люди пришли за нами в церковь. Когда люди, вот, ну, как бы, и не важно, какая у тебя там позиция в церкви. Лидер ты, не лидер. Ты пастор домашней группы или не пастор. Ты по факту стал пастором. Может быть, не официальной домашней группы, которые, вот они, люди, пришли, за тобой пришли. Это твои люди. Это не люди Сергея с Марины. Вообще, ну, представьте, вот, ну, как бы, это очень, ну, казалось бы, очень просто, но, с другой стороны, как часто мы делали эти ошибки? Просто пришли на домашку, привели человека. На, заботиться о нем. Все. Ты сам знаешь, что делать. Не, подожди. Ну, и ты тоже должен знать, что делать с этим человеком. Позаботиться. А что делать? Что нужно ребенку, когда он рождается? Я вам скажу, две вещи нужно. Первое, это питание. У нас, когда Марк родился, его на грудь так, на живот маме положили, я был удивлен. Он рефлекторно. И к груди туда. Представляете, как Богом заложено так, что ребенок, сразу у него рефлекс начинает, ему надо есть, потому что пуповину отрезали, и у него потребность в еде. Как узнать, человек спасся или нет? Когда у него начинается духовный аппетит. Он начинает, я помню себя, я спасся, я три месяца дома сидел, на улицу не выходил, Библию читал. Просто мне так хотелось. Просто вот так. Начинает вопросы задавать. А как это? А как то? Вот знай, человек, он спасся, ему надо теперь служить. Теперь надо ему правильное питание. Скажите, правильное питание. Не сразу загружать его мясом. Знаете, мы же с детьми так не делаем физическими. Как там происходит-то? Помните, да? Сначала мама грудью кормит. Бог так сделал, что сразу молоко даже не идет. Первые два дня вообще там жидкость такая, желтого прозрачного цвета идет. Малозио называется. Для чего? Чтобы у него там кишечник не работал, а там у него такие как бы, как мазут, знаете. И вот это молозио, оно помогает, чтобы вот это кишечник развернулся и начал работать, пищеварительный процесс. И потом только молочко появляется у мамы. И она начинает его молочком кормить сначала. Три месяца, четыре месяца. В четыре месяца только первый прикорм. Пюрешки такие прям, ну как бы фруктовые там, я не знаю. Потом в восемь месяцев второй прикорм. Или там в полгода, извините. В полгода второй прикорм. Там какие-то уже такие, ну можно потихонечку покрупнее, да, там пюрешки там, овощные. А потом в девять месяцев уже третий прикорм. Там уже можно и мясо, да, мясные пюрешки. Но это пюрешки. И только в год ребенок с общего стола может есть все. Ну в принципе, да, вы понимаете? Целый год, чтобы как бы привезти его, вот как бы, чтобы он в церковь пришел, сел. И вот пастор адекватно мог все понимать, ну принимать то, что пастор говорит. Вы понимаете, о чем речь? Целый год. И мы можем даже в Писании как бы притянуть вот это местописание, когда в деяниях написано. Целый год они собирались в училище некоего тирана и учили немалое число людей. И через год, через год ученики начали называться христианами. Потихонечку. Может быть это год будет, я не знаю. Но ты должен как мама и папа понимать, если ты сразу ему мясо дашь, это все, это смерть. Как много, да? Вы что-то получаете сегодня? Потихонечку. Так же, как и с физическими детьми. Не надо торопиться. У тебя уже огромный багаж духовных знаний. Не надо это все ему давать. Хорошо. Вот, в принципе, да, пастырство. То есть, есть вот эти как бы, ну, моменты, в принципе, ну, я думаю, что и Ольга, когда была, она об этом говорила. Это первое, это питание, да, что нужно ребенку, чтобы он возрос. И второе, что нужно, это, вот, а что это за питание, братья и сестры? Если там питание у нас было еда, да, то здесь какая еда? Это Слово Божие, да? Но где мы получаем Слово Божие? Слово Божие мы получаем в церкви. Но в церкви мы какое Слово Божие получаем? Кто является пастыр для нас? Пастыр это пастух, другими словами, да? Что делает пастух? Как вы думаете? Ну, понятно, пасет. Но главная задача пастуха, чтобы его овечки, да, были сыты. Он показывает пастбище. Он ведет их к злачным пажитям. Так или нет? К злачным. Он понимает, что овечки видят под носом, у них вот здесь трава есть. Но он понимает, еще полчаса и травы не будет. И овечки мои, пошли за мной, мы сейчас туда идем. И они слышат голос пастыра своего и идут за ним. Они пришли. То есть пастыр дает, грубо говоря, направление для церкви. Он направляет, да, для церкви. Вот посмотрите на наши проповеди. В принципе, все проповеди, они направлены для верующих людей. Мы не проповедуем. Ну, иногда бывают у нас проповеди, направленные на неверующих. То есть, евангелизационные собрания там и так дальше. Но в основном проповеди на верующих людей направлены. Что это значит? Это значит, что неверующим призваны мы проповедовать. Ну, мы, мы, вот, овечки. Овечка рождает овечку. Пастыр рождает пастыра. Это легко для понимания. То есть, чтобы родился человек в церковь, да, это ты, как овечка, должен его родить. А пастыр будет, что? Показывать ему путь, дорогу. То есть, наши проповеди, это направление для церкви. Но есть еще учение в церкви. Скажите, учение. Что такое учение? Это когда мы сидим, и мы вот конкретно... Ну, в церкви, ну что, два-три местописания откроешь, да? Но должно быть учение. Сбалансированное, опять же, учение, да? И у вас это есть. Есть библейская школа, есть классы духовного роста. И мы, как родители, мы... Есть первые шаги, которые... Начальная стадия обучающего процесса. Это первые шаги с Богом. Вот эти три, как бы такие, казалось бы, примитивные, да, христианства. Кто такой Иисус? Зачем Иисус умер? И мы, как мамы и папы, мудрые мамы и папы, мы же не сидим дома, когда наш ребенок, да, то есть, пришло время ему идти в садик. Или давайте, ну, в садик оставим, в школу, потому что в садик не все отдают, да, но в школу. Ты же не говоришь ему, ну что, сынок, хочешь в школу? Он вообще знать не знает, что такое школа. Ты говоришь, пойдем на классы духовного роста. Он знать не знает, что это за классы духовного роста. То есть, ты, как мама, ты берешь, или папа, берешь за руку, и у вас первое сентября, я помню, вот сейчас у нас ребенок, первое сентября пошел, я сам одел белую рубашку, строгую одежду, взял эти цветочки, и мы идем. Я как будто бы я первоклассник, а не мой сын. Он-то не знает, как это. И ты просто его берешь и повел. И даже не спрашиваешь, хочет он, не хочет. Просто пришло время. Вот точно так же с нашими людьми. Они пришли в церковь, они знать не знают, что это за первые шаги. Они знать не знают, тем более, что классы духовного роста. Что это за духовный рост, вообще непонятно. Что есть какой-то духовный рост. Они же не понимают. А мы, как мамы и папы, это понимаем. И наша задача просто за ручку взять и привести на первые шаги с Богом, все с ними, и вот так слушать этого спикера, который говорит, и ты еще лучше можешь даже говорить. Но ты слушаешь и понимаешь, что это не для тебя, он говорит, а для вот этого человека. Я здесь ради него. Знаете, почему некоторым из нас на проповедях уже неинтересно сидеть? А многие перестали ходить в церковь. Я получил откровение, просто через служение моего пастора я получил откровение. Я вам скажу великую тайну, что пастор ничего нового, как только проповедовать из Библии, не делает. И так проходит год, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, двадцатый, трехсотый, да? И одно и то же, старая добрая Библия, больше ничего нового. И когда ты перестаешь получать информацию, что-то новое узнавать, да, тебе становится неинтересным. Согласитесь? А знаешь, как интересным, чтобы тебе было интересно в церковь ходить? Когда ты не только ради себя туда ходишь, а когда рядом с тобой еще твой духовный сын или дочь, да? Знаете, вот я откровение получил. Однажды в офисе, у нас еще не было детей, нас пастор собрал, посадил нас и говорит, сейчас я вам что-то покажу. И включил нам Лунтика. Кто знает, что такое Лунтик? Это мультик такой, есть современный. Лунтика включил. Серия называлась «Каждый должен заниматься своим делом». Ну, видимо, он как-то духовно так увидел, что мы, кто-то мог не своим делом заниматься. И он как бы нам поучительную историю решил через мультик показать. Я когда сидел, я сижу и не могу своим глазам поверить, что я взрослый человек. Мне на тот момент 24 года. Я сижу, я считаю себя служителем. Таким, ну как бы, одним из человеков, которые в команде пастора. Я сижу и мне мультик показывают. И через мультик хотят меня вразумить. У меня такой бунт поднялся. Какой Лунтик вообще. Чем мы здесь занимаемся? Это церковь или что? Служители сидят. И знаешь что? Время прошло потом. Я, конечно же, я смирился. И там, знаете, ну ладно. Серия была такая, что каждый должен своим делом заниматься. Там учительница потеряла очки, и они упали у нее в озеро. И там, кто не умел плавать, вдруг захотел помочь учительнице, и сам чуть не утонул. Потом там, ну, и понимаете, и потом, когда они ролями поменялись, каждый начал свое делать. Они вытащили эти очки, дали учительнице. Она, ой, как хорошо, все прекрасно. Все радуются. Мы сделали это вместе, и каждый делал свое дело. Прошло шесть лет, и знаете что? Я поймал себя на мысли. Я стою и своей команде, кто у меня был лидерами, мультик показываю. Вы понимаете? Я ловлю себя на мысли, начинаю смеяться. Думаю, вот это было шесть лет назад. И я это так воспринимал. Почему? Потому что, когда дети появляются, ты с ними рядом садишься, и неважно, интересно тебе, неинтересно, ты мультики смотришь. Это для родителя, это для ребенка важно. И ты сидишь, смотришь и назидаешься. И знаешь, когда мы начнем ходить в церковь со своими детьми духовными, тогда мы перестанем вот так пастора слушать. Да я это уже 150 тысяч раз слышал. Потому что ты будешь сидеть, и ты будешь сидеть ради него здесь. Ну, ради себя тоже, чтобы на небо-то пойти, надо в церкви быть. Бог-то за церковью придет. А чтобы было интересно, кого-то возьми с собой, вот так. И вот так, да, и понимаешь, что слава Богу. Аминь, пастор! А сам понимаешь, это для него. Слава Богу! Мой сын получает откровение, он будет расти, это будет помогать ему. И тебе жизнь приходит, как в этом фильме Мимино. Кто смотрел Мимино? Такой едет на кразе своем, этот армянин, да? Едет на кразе, и там мужик его останавливает. Эй, да вези там до Рженикидзе, это Северная Осетия. Давай, садись там. Он сел, такой, джук, едут, там что-то говорят, говорят. Он раз так и в Грузию поворачивает, не в Осетию, а в Грузию. Эй, говорит, ты куда? Говорит, я в Телаве, там мой друг живет. Говорит, мне в Рженикидзе, ты куда? Тормози, нам в другую сторону. Подожди, подожди, говорит. Сиди, говорит. Сейчас, говорит, мы туда приедем. И, говорит, мой друг меня увидит, и ему будет приятно. Когда ему будет приятно, мне будет приятно. А когда мне будет приятно, я так довезу, что и тебе будет приятно. И вот когда мы приводим и понимаем, вот это сейчас, вот это суть всего, родить своего сына, дочь и взрастить его, взрастить, до какого момента мы взращиваем в физическом мире, пока они сами не станут отцами и матерями и сами не начнут рожать. И потом мы как мудрые родители должны понимать, как говорит Слово Божие, и оставит отца и мать, прилепится к жене и двое станут одной плотью, и они опять будут рожать, уже свою семью, уже своих детей взращивать, а ты будешь здесь. Ну, конечно, есть такое понятие в физическом мире, детородный возраст. Кто понимает, о чем речь, да? Но в духовном мире, я так рад, слава Господу, в духовном мире нет детородного возраста. И пенсионеры могут, и говорят, в старости будут сочные, плодовитые. Вот о чем это сказано. Сочные, плодовитые, мы будем приносить плод в духовном мире, мы будем рождать детей бесконечно. И сколько бы тебе лет не было, может ты сидишь, а ты уже на пенсии думаешь, ну мне-то не до этого, вон пусть молодежь служит. Да старики еще круче служат. Знаете почему? Потому что у них нет маленьких детей, которые бяу, бяу, там, и они не заняты работой, потому что их семью нужно прокормить. Им государство платит пенсию, понятно, у нас как бы небольшие пенсии. Но суть в чем, что у тебя столько свободного времени просто посвятить жизнь Господу и сказать, я буду рожать детей, я буду служить. Пастор, что делать? У нас, знаете, на старшем поколении, у нас служение старшего поколения, и мы на них, мы раньше на них смотрели как на ущербных, и как-то как бы им послужить, вот знаешь. А потом мы сказали так, знаете, вы не потребители, вы боевые единицы. У нас бабульки такие сидят, и так, ой, кто бы мне послужил, кто бы мне помогал. А они говорят, я могу, что я могу сделать? Там одна бабушка у нас готовит пирожки, в храм приходит, там братья строят, она говорит, братья, давайте кушать, термос приносит, там кормит их. Понимаете, вот это боевые единицы называются, которые служат вообще целыми днями. Слава Господу! Ну, в принципе, ну как бы, то есть человек растет от учения, когда мы его начинаем запускать вот в этот обучающий процесс. Первые шаги, классы духовного роста, библейская школа, и уже вот, если вы посмотрите по времени, то проходит год, и уже это самостоятельный, вот такой состоявшийся христианин. Понятно? Аминь. Но это наша задача, как родители, взять за руку и привезти. Конечно, это жертва. А кто сказал, что служение Богу это не жертва? Служение Богу это жертва, может быть, твои деньги, сесть там, позвонить там, встретить его, привезти его на первые шаги, потом на классы сесть, просидеть с ним, хотя ты уже слышал эти классы, но просидеть. Ради него уже, не ради себя. Ведь много вещей в физическом мире мы делаем ради наших детей, ну так или нет? Ну а в духовном что меняется? Ничего не меняется, то же самое. Ради них я готов на вот эти, как бы, лишения. Ради них я готов сидеть и первый класс уроки с ним делать. Ради него. Я-то уже первый класс давно прошел. Мне это уже не надо, но я ради него это делаю в физическом мире. Так в духовном же то же самое. Ради него, ради ребенка, чтобы он когда взрос, чтобы потом, когда ты вырастешь, да, когда он вырастет, когда он будет служить Богу, может быть, даже там, где ты не был. И ты скажешь так, это мой сын. А? Видели, какой сынок? Это мой сын. Моя мама сегодня вот так голову держит, вот так. Она метр пятьдесят семь рост у нее. Ну-ка. Мой сын. Понимаете, да? Это так сильно вообще. Или, допустим, твой сын, там, стал чемпионом мира по какому-то виду спорта, а отец – это мой сын. И знаешь что? Хотя бы одного мы вооружимся этой мыслью, что хотя бы за свою жизнь христианскую мы вложим свою жизнь в одного. Моя тетя, через которую я спасся, она может вообще не париться. У нее такая великая награда на небесах. Почему? Потому что я спасся, и я начинаю служить другим людям. Я, ну-ка, понимаете, я много что делаю, да? Но и, как бы, понимаете, она может сидеть так и ждать, когда же Бог заберет ее на небеса, и все-таки она получит свою награду. Порой мы служим тем людям, которым даже не знаем, кем Господь их сделает в Царстве Своем. И ты будешь потом сидеть на лаврах и почивать, и говорить, спасибо тебе, сынок. Такой ты молодец. Молодец. Слава Богу, что в свое время я уделил это время, чтобы послужить тебе, чтобы ты состоялся. Я молился за тебя или молилась за тебя, и сегодня ты есть, кто ты есть. Слава Богу. Аминь. Слава Господу. Ну, все, наверное. Аплодисменты.